Зима в этом году снежная, но дороги чистят исправно. Правда, для некоторых это оборачивается неприятностями. Так случилось и с жительницей частного дома в районе Сахалин. Она позвонила к нам в редакцию и рассказала, что не может выйти из дома за хлебом. Наша съемочная группа отправилась спасать жительницу из снежного плена. Сегодня жительница по улице 60 лет октября, дом 78, без хлеба не останется. Мы купили Надежде Евгеньевне жизненно важный продукт, потому что сама она выйти в магазин не может. Ее ступеньки уже который день заваливают снегом. Сейчас мы попробуем добраться к Надежде Евгеньевне. Здравствуйте, Надежда Евгеньевна. Мы видим, что тут все завалено, спуститься очень сложно, но мы все-таки это сделали. Здравствуйте, Надежда Евгеньевна. Вот вам, пожалуйста, хлеб. Возьмите. Пенсионерка живет на окраине района Сахалин одна. О своей проблеме рассказать некому. Поэтому она и решила обратиться на телеканал. Ну, это-то они вчера тут у меня все почистили, завалили. Ага. Ну, то есть, а раньше, вот в прошлую зиму, как вы решали вопрос? Такое же было. Такие же, это же не первая зима. Это же постоянная такая процедура у меня. Процедуру Надежда Евгеньевна называет звонки в Наренмар до Римстрой. Компания на протяжении нескольких лет обслуживает улицу с 60 лет октября. Дом женщины, как и у многих жителей Сахалина, располагается ниже уровня дороги. Когда грейдеры чистят тротуары, снег попадает в огороды и дворы частных домов. И помимо своего снега, приходится убирать за сотрудниками дорожной компании. Так это мне и зарядка, я на свежем воздухе. Но это завал, я терпеть не смогу. Надо что-то придумывать. Не дожидаясь приезда дорожников, мы решили помочь Надежде Евгеньевне. За несколько минут наш оператор очистил ступеньки от снега, так, чтобы можно было выйти к дороге. И получил физическую нагрузку в течение рабочего дня и помог пожилому человеку. Также нам посчастливилось встретить грейдер. Правда, работал он не на Наренмар до Римстрой, а на другую компанию. Машинист нам рассказал, почему снег с тротуаров оказывается во дворах. Надо с рабочими работать, потому что были рабочие еще в команде. Не только трактор один ездил. А рабочие что они будут делать? Они будут очищать, чтобы, допустим, видно было мостовые, где там что-то. Ждать ли Надежде Евгеньевне новых сугробов во дворе, по неаккуратности машинистов, мы узнали у руководителя Наренмар до Римстроя Владимира Низьева. Со слов руководителя дорожной службы, рабочие все же убирают оставшийся снег после грейдера. Но пример дома номер 78 говорит, видимо, не сразу. У жителей остается два выхода – либо жаловаться в диспетчерскую, либо самому брать лопату в руки.